Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский, в студии Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главном. Компания «Кармет» в новом году направит 1,3 млрд долларов на модернизацию производства. На заседании правительства рассмотрели вопросы развития предприятия. С 1 января следующего года в Казахстане вводится в действие третий этап всеобщего декларирования. Отчитываться в своих доходах начнут бизнесмены. Театрам Карагандинской области теперь будет легче гастролировать. Три коллектива получили комфортабельные автобусы. Их закупили на средства областного бюджета. Компания «Кармет» в новом году направит 1,3 млрд долларов на модернизацию производства и повышение стандартов промышленной безопасности. На заседании правительства рассмотрели вопросы развития предприятия. Перед новым инвестором стоит задача увеличить объемы продукции и устранить экологические нарушения. Но в первую очередь необходимо выполнить все обязательства перед работниками. Глава Кабмина Алихан Смаилов поручил центральным госорганам поддержать решение текущих вопросов. Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросам деятельности и дальнейшего развития компании «Кармет». В частности, обсуждена реализация инвестиционной программы, которая предусматривает модернизацию оборудования комбината, внедрение современных производственных технологий и повышение стандартов промышленной безопасности. На первом этапе на эти цели будет направлено свыше 1 млрд долларов. Премьер-министр обозначил необходимость своевременного выполнения всех обязательств перед работниками предприятия и указал на важность дальнейшего динамичного развития производства. Инвестор как раз вот эти 1,3 млрд долларов залповые инвестиции, то, что в следующем году должен вложить, в том числе, в первую очередь, на вопросы безопасности промышленной и условия труда. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр посетил с рабочей поездкой Карагандинскую область. Вместе с главой региона Ермагомбетом Буликпаевым он ознакомился с планами по возрождению «Кармета». Выступая на церемонии награждения лауреатов премии «Алтын Сапай» и «Парыз», президент Касмжомар Токаев отметил успешное завершение вопроса перехода Карагандинского металлургического комбината в собственность казахстанской компании. Вместе с тем, глава государства четко обозначил степень ответственности как «Кармет», так и правительства за дальнейшую судьбу предприятия. На шахте имени Кузимбаева делегации была представлена система подземного позицирования и радиосвязи, которую планируют внедрять на всех объектах. С помощью системы диспетчер наблюдает за местоположением и передвижением персонала внутри шахты. Это дает возможность правильно оценивать ситуацию и в случае необходимости предпринять необходимые меры. В ходе поездки руководство «Кармет» доложило о серьезных проблемах в техническом оснащении шахт и металлургического комбината, а также о перспективах внедрения современных производственных технологий. Подводя итоги встречи, Роман Скляр отметил высокое доверие со стороны правительства и поручил предпринять все необходимые действия по повышению стандартов промышленной безопасности. С 1 января следующего года в Казахстане вводится в действие третий этап всеобщего декларирования. Отчитываться в своих доходах начнут руководители юридических лиц, их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги. Всеобщее декларирование в Казахстане официально началось в 2021 году. В рамках первого этапа налоговые декларации начали подавать государственные служащие, а также лица, приравненные к госслужащим и их супруге. Второй этап стартовал в этом году. Он коснулся тех, кто работает на государственных предприятиях и их супруги. Это сферы медицины, образования, спорта и так далее. С нового года декларацию начнут подавать руководители и учредители, юридических лиц и индивидуальные предприниматели. В 2024 году те, кто только будет сдавать декларацию, им необходимо будет представить декларацию об обязательствах и активах. Это у нас форма 250. Здесь граждане должны будут отразить все имущество, находящееся как в республике Казахстан, так и за рубежом. А именно это у нас ценные бумаги, цифровые активы, договора долевого участия, наличные деньги в пределах 10 тысяч МРП. На сегодняшний день это составляет 34,5 миллиона тенге. А также недвижимость, автотранспортные средства, банковские счета за рубежом. Далее сдается ежегодная декларация о доходах и имуществе. Это у нас форма 270. Эту декларацию уже предоставляют те, кто уже вошел в систему всеобщей декларирования, то есть те, кто уже сдали 250 форму. В этой декларации отражаются доходы полученные, также отражаются вычеты по налогам. В целом эти две декларации имеют схожести по отражению имущества как в республике Казахстан, так и за рубежом. Что касается штрафов за непредоставление налоговых деклараций, то на первое время обойдутся предупреждениями. По поводу штрафов за непредоставление впервые, это будет предупреждение, а не штраф. Во-вторых, мы сейчас проводим активную массовую разъяснительную работу. Имеется информация в социальных сетях Комитета госдоходов об всеобщем декларировании. Также имеется информация по заполнению всеобщего декларирования. Спикер отметил, что основная цель всеобщего декларирования – это снижение уровня теневой экономики. Смотрите, вообще цель основная всеобщего декларирования – это как раз-таки снижение уровня теневой экономики. И если не делать официальную оценку, каждый гражданин может отражать в своей декларации любую вещь и говорить, что она стоит больше, чем на самом деле она стоит. Чтобы таких, знаете, космических оценок не было. То есть оценочная компания дает объективную оценку именно этого имущества. Фискалы также сообщили, что на граждан, у которых будет много мобильных переводов от разных лиц, обратят внимание налоговые органы. Сейчас идет определенная работа по мобильным переводам. Это касается тех, кто получит 100 переводов от разных лиц в течение последних трех месяцев. По ним будет проводиться аналитическая работа. Жители Караганды ожидают очередное повышение тарифа на тепло. Коммунальщики просят разрешение повысить цены на 15%. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникации сообщил руководитель областного департамента комитета по регулированию естественных монополий Кмбат Бесенов. В этом году коммунальные услуги в Карагандинской области уже выросли в среднем на 4%. Подорожали вода, газ, электроэнергия и теплоснабжение. Возможность наращивать тарифы монополистам дала поправка в законе о естественных монополиях. Услугодатели области просят более 19 миллиардов тенге на ремонт. Из них около 5 миллиардов необходимо для улучшения системы теплоснабжения. Реализуется программа о тарифах на инвестиции, как вы уже говорил. Президент подписал поправку о законе естественных монополиях в конце прошлого года. На основании этого мы субъекты естественных монополий подняли заработную плату. В первую очередь изменение было. Изменение было инвестиционная программа, дополнительная инвестиция. Поэтому на следующий день теплоснабжение с Карагандой и Карагандой энергоцентр подняли. Ну, изменение тарифа было. Но, конечно, мы с первого января текущего года изменение тарифа. Сейчас на рассмотрение, точная цифра мы не можем сказать. Но проект сейчас на рассмотрение. А сколько они, на сколько просят по вас? В среднем для населения где-то 15%. Страна перешла на новую политику – тариф в обмен на инвестиции. Как видно из названия, государство разрешит монополистам повышать тарифы. Но только в том случае, если коммунальщики будут вкладывать деньги в ремонт своих производственных мощностей. Однако не брать кредиты, не искать дополнительных инвесторов карагандинские монополисты не будут. Но обещают, что средства потребителей пойдут на восстановление изношенной инфраструктуры. Здесь инвестиционная программа утверждается у субъектов, скажем так, есть за счет тарифа, возможно, утверждение тарифа. Инвестиционная программа утверждается за счет тарифа, за счет бюджетных средств и за счет, скажем, кредита. На сегодняшний день основная инвестиционная программа у нас утверждается за счет тарифа. Ну, грубо говоря, за счет потребителей. За счет потребителей, да. У субъекта Сесмолополя в 2 года дохода нет, кроме тарифа. Ваши прогнозы. Каждый год или 2 раза в год, сколько раз теперь будет повышаться тариф, раз решили износ сетей устранять за счет потребителей? Субъект Сесмолополя в раз в год. Программа «Тариф в обмен на инвестиции» запущена в нынешнем году и рассчитана до 29-го. За это время правительство надеется привлечь масштабные инвестиции на модернизацию инфраструктуры. Планируется, что вложения частного бизнеса будут окупаться за счет регулярного повышения тарифов для промышленных предприятий и населения. К другим новостям. Театрам Карагандинской области теперь будет легче гастролировать. Три коллектива получили комфортабельные автобусы. Их закупили на средства областного бюджета. В преддверии Дня независимости заместитель Акима области Ерлан Кусаин поздравил работников культуры. На встречу он вручил награды ветеранам труда, а также ключи от новых автобусов руководителям театров. Независимость – это главная ценность любого государства, бесценное достояние народа. Наш долг – хранить это, как зеницу ока. На протяжении многих лет коллективы культуры и искусства воспевают самобытность и достижения Великой Сырарки, вносят значительный вклад в духовно-культурное развитие общества. Ведомственных наград удостоены пять деятелей культуры. Нагрудным знаком «Меденец Саласаным СДГ» награжден Айтыскер Махсат Аханов, многократный победитель республиканских и международных конкурсов, лауреат Алтын Домбра. Медаль «Имбек Ардагеры» получили артисты оркестра казахских народных инструментов имени Татымбета Полатхан Ташимов, художественный руководитель ансамбля Эуэн Мунира Мухажанова, артистка симфонического оркестра Жанетта Алдыханова и главный дирижер джазового оркестра Игоря Андрейченко. Коллективы театров имени Сифулина и Станиславского, а также Тимиртаусского тюза рады новым автобусам. По словам актерских труп, теперь они смогут расширить географию гастролей, побывать в самых отдаленных уголках области и страны. Ведь встречи со зрителями для артистов – это самое главное. И в продолжение темы. В Карагандинском русском драматическом театре имени Станиславского новый художественный руководитель. Им стал 30-летний режиссер из семьи Рача Махатаев. Новому руководителю еще предстоит знакомство с труппой и репертуаром. Пока режиссер видел лишь одну постановку «Навстречу мечте». Рача Махатаев по первому образованию актер. Окончил Алматинский эстрадно-цирковой колледж. Позднее поступил на факультет режиссуры в Российский государственный институт сценических искусств. Трудился в Алматинском театре для детей и юношества имени Натали Сац, в Русском драматическом театре имени Достоевского, в Санкт-Петербургском театре «Цех». Ставил спектакли в казахстанских и российских театрах. У нового худрука есть идея организовать экспериментальную площадку на базе малой сцены. Здесь будут проходить актерские лаборатории, читки, обсуждения со зрителями, перформансы, вечера. Вместе с тем театр похвастался очередной наградой. В конце прошлого сезона его посетили эксперты из объединения театральных критиков, которые проводили мониторинг «Театры Казахстана-2023». По итогам работы на приз критиков по четырем номинациям был выдвинут спектакль по пьесе Александра Сухова-Кобылина «Смерть Тарелкина». Победу в номинации «Актер второго плана» одержал Богдан Пынко. Сейчас в театре Станиславского идут репетиции новогодних утренников и премьерного спектакля по мотивам сказки Бориса Щергина «Волшебное кольцо». Окунуться в предновогоднее веселье можно будет с 21 декабря. Группа юных карагандинских шахматистов вернулась из Италии, где они приняли участие в чемпионате мира по классическим шахматам. В городском отделе культуры развития языков, физической культуры и спорта рассказали итоги развития шахмат в Караганде. В Карагандинской области завершилась вторая программа развития шахмат. Если в первом проекте главной задачей было воспитать гроссмейстеров, то во втором упор сделан на поддержку молодых талантов. В этом году у нас команда ездила на Олимпиаду юношескую, участвовала в чемпионате мира по Рапиду и Блицу, участвовала в классических соревнованиях по шахматам до 14-18 лет. Лучший результат завоял Сапенов Даниил. Он взял бронзовую медаль в чемпионате мира по Рапиду. Алсенбеку Ламудея в Блиц хорошо сверял шестое место. Вот Кажахмед у Веркина была близка на своей доске к малой медали, но в конце немножко сбавил охоту и осталась без малой медали. Десятилетняя Альбина Кайербекова занимается шахматами с шести лет. Сегодня Альбина является серебряным призером Казахстана по Рапиду среди участников до 12 лет, а также бронзовым призером по классическим шахматам. Я выбрала из-за того, что мне показалось, что это хороший спорт, и я решила его выбрать. Данный проект берет свое начало с 2015 года. Однако, если первые годы это были городские турниры, то на сегодняшний день это крупные соревнования. Они дают возможность карагандинским спортсменам пройти отбор и попасть на международные состязания, проходящие в различных странах мира. Данный проект стал отличной возможностью для наших спортсменов выявления сильнейших шахматистов города Караганду и в дальнейшем их участие на крупных международных соревнованиях, которые у нас проходят в городах дальнего зарубежья. Например, недавно наши спортсмены вернулись из города Монте-Сильвана, это Италия. Также они побывали в Грузии, ну и в ряде других зарубежных стран. Сегодня в юношескую сборную Казахстана вошли два карагандинских шахматиста Альбина Каербекова и Даниэл Сапенов. Несмотря на то, что в этом году проект завершается, работа по поиску и поддержке юных дарований не будет прекращена, заявили в областной федерации шахмат. Карагандинские хоккеисты ничего не смогли противопоставить лидеру турнира Кокшетаускому Орлану. В выходные дни на Караганда-арене прошли очередные две игры в рамках республиканского чемпионата. Оба матча Сарарка проиграла. В первой игре Сарарка и Орлан на двоих создали 10 взятий ворот. Но точнее оказались кокшетаусты, которые одержали 30-ю победу в сезоне. 4-6. С таким результатом Орлан выиграл первый матч. Если в субботу карагандинские хоккеисты еще пытались вести борьбу, то в воскресенье Орлан полностью контролировал ход матча. Единственную шайбу в ворота гостей забросил Глеб Зайцев. А вот Орлан отличился четырежды. Вишенкой на торте стал гол в исполнении вратаря гостей Сергея Кудрявцева, который поразил пустые ворота Сарарки на последней минуте встречи. В послематчевом интервью наставник карагандинца Владимир Князев был немногословен. Хорошие две игры, но подверла нас, как обычно, дисциплина. Спасибо. Отсутствие дисциплины отметил и вратарь Сарарки Артем Микушин. Работали, старались выполнять установку тренера. Вроде получилось, навязали бой, хорошая игра, подвели удаление. Дисциплина, так сказать. Ну, ничего, будем работать над этим, двигаться дальше. Только положительные. Ну, вспоминается, конечно, и прошлый сезон, но сейчас это новый вызов, новые задачи, новые цели. И самое главное – стремиться к ним и двигаться, двигаться и улучшать игру свою и помогать команде. Спасибо, что приходите, поддерживаете. Ну, что вчера очень большая поддержка. После игры нас поддержали, сегодня выходили. Что в нас верят, нас не бросают. Большое спасибо за это. Будем, как сказать, оправдывать поддержку, стараться выходить, всего себя отдавать на поле. А вот главный тренер «Орлана» своей командой доволен. Еще бы. Увезя из Караганды 8 очков, «Орлан» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице. Сегодня очень дисциплинированно. Ну, на мой взгляд, такая из последних, одна из лучших игр по качеству, по содержанию. Ну, очень здорово сыграли парни. Такая хорошая командная работа, хорошая командная победа. Ну, очень приятно, когда нас поддерживают и на выезде болельщики. Мы вас всегда чувствуем, мы вас всегда видим. Большое спасибо, что нас поддерживаете. Мы будем стараться продолжать радовать вас своей игрой. Впереди у карагандинской ледовой дружины не менее грозный соперник. Еще один лидер чемпионата – ташкентский «Хумо». Матчи запланированы на 21 и 22 декабря. Карагандинцы и гости города стали свидетелями потрясающего циркового представления. В субботу, 16 декабря, стартовали гастроли всемирно известного московского циркового шоу «Цирк на воде» с новой грандиозной программой «Аквамарин». Вместо традиционного манежа – тонны воды. Этому шоу аплодировали зрители многих стран мира. В Караганду с гастролями приехал легендарный московский цирк на воде с новой грандиозной программой «Аквамарин». Шоу световых фонтанов и поющих водопадов – изюминка этой цирковой программы. Артисты московского цирка удивили зрителей акробатическими трюками, красочными воздушными номерами на партерной рамке семейной пары Григория и Эльвиры Сергеенко. В цирк они пришли из профессионального спорта. «Я вообще мастер спорта по прыжкам на батуте. То есть для меня вот это все было что-то новое. Мне просто быстро это все получилось». «В общем, мы из профессионального спорта. Я спортивной акробатикой занимался. Мастер спорта международного класса. Элечка занималась прыжками на батуте, мастер спорта. Также она занималась после батута чирлидером, тоже мастер спорта. То есть это все сформировали и решили образовать такую жанру». Новогоднюю атмосферу и отличное настроение создал всемирно известный клоун – артист московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Дмитрия Шиндров. Александр Шатиров – заслуженный артист России. Действительный член Академии циркового искусства удивил карагандинского зрителя дрессированными экзотическими животными. Среди них и пятнистый питон-альбинос по имени Василина. Дрессировщик признался, что больше всего любит работать с новым видом животных. «Когда берешь новое животное, новый вид животного, тогда начинаешь его изучать, чтобы понять поварки, чтобы понять, что может животное сделать, что не может животное сделать. Вот это самое интересное. Ну, опять же говорю, одновременно работал с многими животными в одной программе. До 12 номеров с животными было». А вот Ольга Безмен работает исключительно с кошками. В дрессуре категорически не приемлет никакого насилия. «Самый главный секрет – это любовь, это терпение. Кошки должны понять, что мы не причиняем им никакой боли, я не знаю, какого-то вреда. Мы для них только добро, только любовь и понимание. Без взаимопонимания с кошками работать вообще невозможно». Шоу трех стихий – земли, воды и огня. Все это зрители увидели собственными глазами. Современные нанотехнологии – единственный в мире маниш-трансформер. Кульминацией всего шоу стали тысячи фонтанов, дождь из-под купола цирка. Представления московского цирка на воде будут идти до 14 января. Жители и гости Караганды приглашают на незабываемое новогоднее представление для самых искушенных зрителей. Билеты можно приобрести в кассе цирка и на онлайн-сервисе «Тикетон». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова